друзья всем привет здравствуйте наверно пожалуй это наше самое последнее видео в этом году мы хотим ответить на вопрос который нам прислал один из наших подписчиков но для начала мы хотим показать что у нас минус 20 снегу где-то примерно по колено да вот вы можете посмотреть ну то есть не успеваем разгребать в общем скажем тогда на самом деле сколько у нас сейчас плюс 5 да и снег вообще-то был в ноябре немножко но потом весь растаял да сейчас мы будем так потихонечку поворачиваться чтобы мы могли так себе посмотреть на нашу славную замечательную канал сзади у нас должны быть светильники там симпатичные но в общем все равно прохладно сережа держит вот этот вот stick зачитываем вопрос господа здравствуйте сергей у меня такой вопрос о имени ребенка в эмиграции как вы считаете какое имя нужно давать ребенку в стиле той страны в которой вы приехали или сохраняйте свои культуры и вторая половина вопроса а если супруги познакомились в эмиграции они совсем разных стран если смысл ради ребенка давать ему более местное имя ведь эта страна его дом теперь у нас наш внука не русского имени вот но это не не мешает его нам любить очень крепко вот вообще-то я так думаю что конечно наверное лучше всего для ребенка имеется имя какое-то универсальное я знаю что девочек например называют аня то есть это и коротко как бы по канадски по-английски с другой стороны очень красивое имя татьяна да наталья это в общем все имена такие я считаю универсальная и очень хорошая а мальчиков очень красивое имя майкл и как миша или там ну вот сергеем как-то не очень сергеем особенно 2 половины еще как ты мне очень нравится например александра это может быть алекс короткая я считаю что это красивое имя для парня короче конечно ваш ребенок и вы его сами называете как хотите но например просто сейчас ко мне на работу пришел супервайзер фабрисио да и его называют все fab fab для меня это как-то режет ухо потому что как fab tab в общем что-то такое непонятно чего вот поэтому я думаю что лучше всего конечно чтобы имя было короткое но с другой стороны конечно универсальное это наверное лучше для вашего ребенка тоже если вы хотите мое мнение я бы сказал бы так у вас есть в принципе три варианты да то есть назвать ребенка так как удобно это вам согласно вашей культуре второе вы можете сделать имя такое которое будет удобно для новой вашей страны для самого ребенка да нашу дочку зовут александра да то есть в английском языке это звучит как александра но никто в канаде особенно не будет это произносить это слишком длинно это слишком долго насколько я помню саша когда сказал о том что ее зовут саша она представилась что ее зовут саша и все ее стали так и называть в общем то да но с другой стороны можно это имя сократить до сандра в английском варианте или если парень то это алекс обычно александра а я видел например анастасия русское имя такое достаточно редкое я здесь видел женщин называли стейси ор она стей же у них же она стей же но это опять же немножко наверно длинновато третий вариант вот как наташа сказала это то что вы можете придумать что такое нечто среднее да чтобы это было приемлемо для вашей культуры чтобы вам дома было удобно ребенка называть и в то же время чтобы это вот было допустим если вы называете мальчика с прицелом там допустим на григорий то это скорее всего будет грак какой-нибудь грегори да допустим вот если это владимир то наверняка вы будете короче все зависит не не морочите себя голову и вы которое вам нравится называется ребенка и здесь наверняка если это будет слишком длинными как-то его сократят вот поэтому я думаю что самое главное чтобы имя нравилось родителям конечно за это особенность канада заключается в том что например если скажем в россии допустим ну допустим россии вы назовете каким-то редким именем там прокопии или там какой-нибудь кондратья там я не знаю еще что-то в этом духе то люди могут удивляться в канаде люди не удивляются ничему потому что они понимают что если вас называют допустим там мухаммед но понятно что вы приехали из какой-то восточной страны но это ваше имя вот так людей называют вашей стране это никого не удивляет сократят даму или в даму мы шутим конечно поэтому я бы сказал вот так что дайна сильно заморачиваться на этот счет не нужно единственное имейте ввиду что все имена особенно длинные имена в канаде как правило укорачивается да то есть вот сколько бы я не видел там алексей александр это как правило всегда будет алекс какой-нибудь владимир это будет влад и прочее 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 самое главное чтобы наверное имя чтобы не было уж каким-то слишком замудренным да мне кажется замудрены тоже ничего сейчас все родители хотят знаешь как-то удивить в общем-то и придумать что-то интересное для своего ребенка я думаю что самое главное чтобы родителям нравилось кстати у меня есть для вас вопрос вот как вы считаете имя должно быть каким-то вот сугубо оригинальным чтобы вот оно было вот ну такой вот совсем необычный или вы считаете что лучше вот пусть будет такой какой-то общепринятое мнение напишите нам внизу в комментариях что вы на этот счет думаете мы сегодня пришли вот таким симпатичным мишкой потому что в общем-то сейчас мы все делаем по пути и записываем и магазин ездим и шопинг делаем потому что время до нового года осталось очень мало вот и вы заехали в брик потому что мы там покупали свои 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 матрасы вот и увидели такой симпатичная мишка он нам не то что продается вы делаете донейшен в ссыка foundation для больных детей это в госпитале идет в общем здесь вот много всяких разных организаций на маечке то есть куда деньги распределяются и самое интересное что брик делает хорошую акцию да то есть они ну грубо говоря если ты сделаешь пожертвование 20 долларов они добавляют доллар в доллар то есть 20 если ты делаешь вот за эту мишку так сказать отдаешь 50 долларов они 50 долларов со своей стране они тоже добавляют все это очень официально легально то есть они дают тебе ресит на это все чек вот и нам это очень понравилось ну то есть да мне кажется что вот это вот какая-то прекрасная идея да то есть магазин с этого не имеет ничего мало того что он еще свои деньги отдают да то есть нам понравилась эта идея в плане того что когда вас просят дать какие-то деньги ну все хотят наверно помогают да ну так это как-то не очень знаешь как эти деньги пойдут куда они пойдут как они будут потрачены особенно мы уже как-то упоминали в одном из видео что перед крисмосом здесь очень много стоят у дверей почти всех магазинов всякие фонды и просят деньги да и ты не знаешь насколько они легальны как бы эти фонды нас куда эти деньги идут а здесь вот совершенно все очевидно и видите вот если посмотреть на задней стороне написаны все все названия госпиталь в организации то есть куда распределяется куда все это пойдет да вот нам показалось что это вот такая вот хорошая идея ребята как мы сказали наверное это уже видимо наше последнее но может мы еще разродимся но наверно вряд ли мы дома запишем но дело в том что на улице конечно же холодно записывать на всякий случай мы вас поздравляем всех от души с наступающим новым годом пусть в следующем году ну во-первых надо допраздновать как и все нормально в этом году дожить дожить надо ребята вот стиснув зубы ну и самое главное чтобы вы знаете у всех у нас есть какие-то мечты есть какие-то пожелания на что-то мы надеемся мне очень хочется пожелать вам чтобы ну пусть но пусть не не все пусть не пусть немного пусть вот хотя бы четверть из того что вы пожелаете как-то для вас воплотилась будьте счастливы и здоровы самое главное все будет хорошо с новым годом пока пока с новым годом